Огромную тяжесть во время Великой Отечественной войны труженики тыла вынесли на своих хрупких плечах, работая по 12-16 часов в сутки. Зинаида Петровна Шишкина – одна из тех, чье детство оборвалось 22 июня 1941 года. В гостях у труженицы тыла в селе Даусус побывала съемочная группа вестей репортажа Алдинаевой. Внезапный приезд гостей для труженицы тыла Зинаиды Шишкиной стал приятной неожиданностью. Там-то кедров привезли. Привезли, ведь отопительный сезон и вся зима еще впереди. Даусус на 80% газифицирован, но бабушка Зинаида даже не планирует проводить в дом голубое топливо и предпочитает обогревать помещение дровами. Все потому, что по состоянию здоровья плохо переношу газовое отопление, говорит Зинаида Петровна. Да и площадь моего дома не позволяет проводить природный газ. Зинаида Шишкина родилась и всю свою жизнь проживает в Зеленчукском районе. А мой прадедушка переехал сюда жить из Подмосковья, рассказывает она. Все было хорошо, пока размеренную жизнь Зинаиды Петровны, как и миллионов других людей, не нарушила Великая Отечественная война. В Верхней Ермоловке, где проживала моя семья, прошло счастливое и беззаботное детство. С ностальгией вспоминает бабушка. Сырзавод хороший у нас был, село богатое, папа был бригадиром, и меня все рядышком возил с песнями на работу, женщин. Тогда шуручную картошку салили, ездили, вот где сейчас Сечка, это наша была, а туда зеленчуцы приезжали, поляши работали. А когда началась война, отец с братьями ушли на фронт, и мы остались мамой и бабушкой, вспоминает Зинаида Петровна. Но нам повезло, отец позаботился о запасах провизии, и еще помог один добрый человек, друг моего отца, и мы не голодали, рассказывает Зинаида Шишкина. Из горгнал с папой дружил, карачавец подарил тёлочку, говорит, я вам тёлочку, она привезёт тёлочь. У нас мужиков забрали, скот угнали, сыр завод закрыли, ничего не мать. Это во время войны? Да, уже война была. Немец не дошёлся, когда он гнал, говорит, а где ж папа, где ж папа заходит у двора? У меня на 4 года мальчик был, брат, я с ним была. Я говорю, да бумага пришла за папой, он говорит, я вам тёлочку оставлю, говорю, вас посадить. А я скажу, с кручем упал, я оставил. Население было у нас, отелилась и была коровка с бабушкой, а папа на муке. И сгрузил, мы второй дом от пруда был. Как раз привезли муки, ещё до нас немец, когда они дошли. А после войны Зинаида Петровна трудилась и в колхозе, и в лесхозе. А вы давно живёте здесь, в Далсузе? Давненько. Я уже тут 20 лет проработала. То в лесничестве сосны садила, то в архизе, то везде. А тут 20. А ещё жила в село Петровское старое. Там я 4 года в колхозе на свекле с детьми работала. Труженица тыла Зинаида Шишкина поблагодарила главу Далсузского поселения за заботу. Спасибо, дедушки, дарила. Бабушки, привет. Спасибо, спасибо, спасибо. Чем дальше в прошлое уходят тяжелые годы Великой Отечественной, тем большую значимость приобретает каждая отдельно взятая судьба очевидцев тех событий, которым пришлось из детства шагнуть самое пекло испытаний, непосильных даже взрослому человеку. Зинаида Шишкина на судьбу не сетует. Она полна оптимизма, доброты и, конечно же, обаяния. Аладдинаева, Алий Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия.